МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 22 июня Германия напала на Советский Союз. Сегодня тоже цифра 22, и мы сегодня поговорим о глобальных вещах. Если кратко пробежаться по новостной ленте, то активизировалось расследование убийства бывшего сотрудника ФСБ по фамилии Литвиненко, которое произошло в Лондоне. Вы помните это резонансное событие, которое связано с полонием. И британские спецслужбы сделали очень хитрый такой пассаж. Они как бы опубликовали открытое расследование, результаты его. Но при этом аргументов и чего-то более осязаемого, чем закрытые источники каких-то спецслужб, с применением слов подразумевается, может быть, с очень большой вероятностью и так далее. Но, тем не менее, это позволило Британии возложить вину за это событие на Российскую Федерацию почему-то, хотя на самом деле все происходило на территории Великобритании, значит, под контрольной английским спецслужбам. И получается, на самом деле, такая игра в пользу приезжих. Но эта тема длинная, ее можно обсуждать долго. Я хочу, конечно, остановиться. Очень много сегодня вопросов поступило относительно высказывания Владимира Путина по поводу Ленина. Путин, в частности, сказал, что надо посмотреть, что на самом деле сделал Владимир Ильич. Он заложил атомную бомбу под Советский Союз. И это в конечном итоге ударило по России. И очень многие телезрители, радиослушатели спрашивают, что конкретно имел в виду президент и, собственно говоря, как в связи с этим относиться к фигуре Ленина. Давайте сегодня, 22 января, поговорим о глобальных вещах, поговорим о 17-м году, тем более, что скоро мы будем с вами отмечать столетие Великой Октябрьской социалистической революции и посмотрим на то, что имел в виду президент. На самом деле он прав. Фигура Ленина, даже с учетом того, что она действительно имел место культ личности Ленина, у нас по всей стране стоят памятники Ленину, это является данью уважения тому, что при помощи Ленина, как организатора и руководителя этой Октябрьской революции, впервые в истории человечества, во всяком случае вписанной истории человечества, было заложено начало построения общества, в котором, например, явная эксплуатация человека человеком, либо явное несправедливое распределение результатов труда, было преодолено. Безусловно, первые 40 лет существования Советского Союза, примерно 30 с небольшим, это было сопряжено с большими, конечно, жертвами, с большим количеством погибших в эпоху гражданской войны, далее была достаточно дорогостоящая коллективизация, индустриализация, но, тем не менее, уже после окончания Великой Отечественной войны Советский Союз на удивление показал потрясающие результаты экономического роста. В частности, один из первых, Советский Союз, отменил продовольственные карточки. Еще на протяжении трех лет Великобритания, Франция и Соединенные Штаты Америки снабжали продовольствием всего населения через продовольственные карточки в результате военного такого распределения. Так что же такое за фигура Ленина? И почему наш президент, в общем-то, высказался по поводу бомбы, заложенной под Россию? Дело в том, что до Великой Октябрьской социалистической революции у нас не было союзных республик, у нас подразумевались отдельные территории, вот точно так же, как Кубань, Вологодщина, Украина, Белоруссия. Но при этом это все организационно и структурно входило в состав российского государства. Проект бандеризации, который мы с вами наблюдаем, его расцвет и пик фактически, был начат еще в середине XIX века, еще в эпоху Шевченко. Был начат в Австро-Венгрии. И тогда было достаточно много мероприятий, связанных с тем, что на территории Западной Украины и на территории Австро-Венгрии украинцев этнических, вернее, русинов, очень важный нюанс, русинов начали выводить и отбирать людей, которые, например, готовы были быть полицаями, готовы были подавлять венгерское восстание, и так далее, и так далее. И они начали, в общем-то, создание этого украинского проекта. Оформлен юридически этот украинский проект был указом императора Австро-Венгрии в 16-м году. В 17-м году он, в общем-то, вступил в действие, когда провинция Австро-Венгрии под названием Великое княжество русское было переименовано в Украину. Это было первым таким делом. И так получилось, что большевики, а это очень такая объемная структура РСДРП, эта партия состояла из нескольких крыльев, мы сейчас об этом подробно поговорим, продолжила этот проект украинизации. То есть на части русской земли, на которой жили русские люди, которые назывались Новороссия, Новороссийская губерния, это название идет еще после, со времен 18 века русско-турецких войн, когда эти все земли были отвоеваны в Османской империи. И даже город Днепропетровск одно время назывался Новороссийском. Это был центр Новороссийской губернии. Так вот, Новороссия, Малороссия, Червоная Русь, это западная Украина, которая не входила в состав Австро-Венгрии. Это все были русские земли, и на этих землях жили русины и русичи. И получается, что в результате переименования, которое начали Австро-Венгры в последние годы Первой мировой войны, и подхватили часть большевиков. Часть. Нужно сказать, что процесс украинизации очень активно осуществляли руководители в Киеве, которые возглавляли КПУ, Коммунистическую партию РСДРП в то время, и которые, в общем-то, активно украинизировали Восточные области, в частности, Харьковскую область. Это было связано с большим количеством переселенцев Западной Украины, говоривших на украинском языке. Тогда этот язык немножко отличался от того диалекта, который сложился сейчас. Но в целом это была такая политика. Так вот, партия РСДРП, которую возглавлял Ленин, она была из нескольких крыльев. Там было крыло Троцкого, которое представляло крупный американский капитал. Нужно вспомнить, что Троцкий со своими последователями приехал на территорию России только лишь в начале 1917 года. До этого он никакого отношения к РСДРП не имел. Он просто представлял банковский американский капитал в ситуации, когда было понятно, что в результате революции придется делить наследие Российской империи. Далее. В литерных вагонах, мы с вами все знаем историю, Ленин со своими последователями из Швейцарии через территорию Германии, которая была в состоянии войны с Российской империей, прошел в литерных вагонах сквозняком, и немцы пропустили. Это был некий сговор. И, в общем-то, вот это дрожжевое начало было запущено на территорию Российской империи. Это крыло, которое называется Центральный комитет Швейцарский. Швейцарский Центральный комитет. Есть крыло сталинское, которое Сталин на самом деле в Швейцарии был, но он все время представлял так называемое ЦК на земле. Он был членом Политбюро, он на самом деле был организатором всех оргвопросов внутрипартийных, причем оргвопросов на всех уровнях, от печати газет до организации стачек, митингов, и, собственно говоря, он сам выходец из земли, и он досконально знал всю оргработу на земле. И поэтому Сталин олицетворял Центральный комитет на земле. А в Центральный комитет входили Ленин, Троцкий, Зиновьев, Бухарин, Сталин и еще пара человек, но суть заключается в том, что в РСДРП имело свое влияние и офицеры Генерального штаба Российской империи, которые понимали, что сейчас происходит либеральный февральский переворот, и что в конечном итоге, если армия не вмешается, то страна может пойти совсем не по тому курсу. По большому счету, вот эта сумма разных сил, она и привела к тому, что в 1922 году был заключен союзный договор между Украинской Советской Республикой, Белорусской Советской Республикой, Российской Федеративной Республикой и Закавказской Республикой, в которую в то время входили Армения, Азербайджан и Грузия. Получается, что большевики, особенно те, которые приехали из-за рубежа, а понятное дело, что находясь за рубежом, ну попробуйте пожить в Швейцарии, например, с годик, и посчитайте ценник, во что это обойдется. Соответственно, все люди, которые приехали в Россию из-за рубежа, они имели ряд долговых обязательств, и эти обязательства они выполняли. Ленин, безусловно, приехавший из Швейцарии, тоже имел подобные обязательства, и я думаю, что это одна из причин того, почему проект украинизации, отделение от тела России Украины, и отделение от тела России Белоруссии, которое курировали глобальные элиты, непосредственно заказывавшие революцию, непосредственно зачеркивавшие Романовых, как, например, одних из акционеров той же Федеральной резервной системы, и так далее, и так далее. Причин там, пластов, действий очень много, но в результате этого, действительно, под российскую территорию, под большую Россию, было заложено две мины. Первая мина – это Украина, вторая мина – это Белоруссия, и третья мина – это Закавказье. И в этом смысле, безусловно, президент прав. То есть на самом старте создания Советского Союза, в 1922 году, после того, как представители партии возглавили свои ячейки на этих территориях, окраинных территориях, прошу обратить внимание, Украина, Белоруссия, Закавказье, были созданы некие государственные, псевдокриптогосударственные образования, которые затем… Там, безусловно, проходили свои сценарии гражданской войны, свои сценарии перехвата управления после переворота, контрпереворота 25 октября 1917 года. Тем не менее, фактически, была создана ситуация, при которой из территории общей России было создано четыре государства. Они и заключили первый договор 1922 года. И в этом договоре, действительно, юридически была заложена возможность выхода из союзного договора. Таким образом, та ситуация на карте, которую мы видим сейчас, то есть, если мы посмотрим на карту Российской Федерации и посмотрим на ее границы, то мы понимаем прекрасно, что раньше, еще во времена Советского Союза, а до этого, еще раньше, во времена Российской империи, куда еще входила Финляндия и Польша, территория Большой России была намного больше. И в результате, вот эта вот мина, которая заложена в 1922 году, она действительно сыграла… Это была вот бомба, которая действительно через 70 лет взорвалась, и она создала ситуацию, при которой русский выдох вылился в такое вот состояние вещей. Какое это имеет значение сегодня? На самом деле, отношение к Советскому Союзу, оно должно быть трезвым, оно должно быть взвешенным, оно должно быть, знаете, с вынесенными уроками. То есть люди, которые, например, восхваляют Советский Союз, не понимая его особенностей, не понимая его структурных особенностей, не понимая того, что в самой Коммунистической партии Советского Союза было заложено тоже несколько крыльев, которые управлялись из разных иностранных центров управления. Та же космическая программа, при которой мы реально подыгрывали американцам, по идее, скорее всего, и не летавшим никогда на Луну, которые до сих пор пользуются ракетными двигателями. И вот такие вот действия, они на самом деле невозможны без иностранного глобального влияния, которое руками Ленина, а Ленин стоит у истоков подписания союзного договора. Вылилось в то, что новое государство с элементами справедливости, нельзя сказать, что прям Советский Союз был идеален как государство, но там впервые в порядке эксперимента отрабатывались модели того, как можно в рамках одного государства достичь ситуации, при которой производимая прибавочная стоимость распределялась бы на всех жителей страны в той или иной степени. Понятное дело, с аккумуляцией ресурсов для развития, собственно говоря, самого государства. Так впервые в этом государстве были, например, начаты такие процессы, как восьмичасовый рабочий день, как право на отдых, право на бесплатное образование, на медицинское обслуживание. Благодаря медицинскому обслуживанию, хочу напомнить, в 1961 году Советский Союз достиг первого и единственного опыта, когда на тысячу рожденных было всего шесть смертей. Это называется шесть промилле. Такая высокая рождаемость, которая превышает смертность, никогда ни один народ, ни одна страна за историю человечества не достигали. Это прежде всего связано с бесплатным медицинским обслуживанием. Очень многие люди, особенно если вы помните, в конце 80-х, когда речь велась о том, что нужно вернуться к капитализму и так далее, поднималось очень много тем, связанных с тем, что бесплатное медицинское обслуживание, очереди, качественно получить услуги медицинские невозможно, а вот когда заплатишь, тогда и получишь то, что ты хочешь. На самом деле, с точки зрения частной истории, либо частного анамнеза, это может быть так и есть. То есть для каких-то вещей действительно, возможно, нужно заказать операцию, исследование и так далее, и так далее. Но бесплатное массовое медицинское обслуживание позволяет прежде всего понизить смертность и повысить рождаемость. А какая главная проблема Российской Федерации и вообще Большой России? С учетом Украины, Белоруссии и Закавказья. Она заключается в том, что уже на сегодня, на секундочку, 16-й год 21-го века, отчисленность русской цивилизации по сравнению с западной цивилизацией или по сравнению с восточной цивилизацией, катастрофически небольшая. Ведь по большому счету наша численность, а это всего лишь 146 миллионов, может, плюс-минус человек, это только Российская Федерация. Да плюс, может быть, со всеми остальными республиками, ну и то надо посмотреть, как изменилось население на протяжении последних 25 лет. Пусть до 200 миллионов с людьми, живущими за границей, этих людей недостаточно для того, чтобы создать внутренний рынок самодостаточный, при котором можно разрабатывать космические корабли, можно разрабатывать автомобили, можно разрабатывать инновационные инженерные решения, которые бы в результате определенного количества граждан бы самоокупались внутри этого государства, внутри этого рынка. У нас в Советском Союзе было 250 миллионов, эта цифра была достигнута, там критическая цифра 250 миллионов. И благодаря этому внутреннему рынку, а нужно помнить, что Советский Союз все время жил в изоляции, в той или иной степени, мы сумели и полететь в космос, мы сумели победить Германию во Второй мировой войне. Германия-то очень условно, в кавычках, потому что на самом деле это была объединенная Европа. И получается, что вот если посмотреть вот так вот сверху, с орбитерской точки зрения, Путин прав в том, что обвинил Ленина в достаточно негармоничном союзном договоре, в котором уже заранее была заложена возможность распада Советского Союза. Эта возможность была реализована в 1991 году. Если бы коммунисты, либо то крыло, которое отвечало по факту за национальные интересы России, сумели продавить, наверное, это просто было невозможно в то время, сумели продавить отстаивание национальных интересов России, при которых возникновение локальных окраинных государств было бы невозможно, то Россия бы на сегодняшний день свои границы бы не изменила. А изменение границ Советского Союза, распад на 15 республик, на самом деле чреват очень большими потрясениями. Это только кажется, что в 1991 году, когда Советский Союз распался, Советский Союз не понес каких-то, ну, в результате там войн, или там не понес каких-то больших потерь, как это, например, во время войны происходит. Это все на самом деле неправда. Дело в том, что Советский Союз при всех особенностях распределения, при том дефиците и так далее, и так далее, он имел очень большой запас так называемого среднего класса. Не того среднего класса, который мы понимаем сейчас, а это людей, которые самодостаточны, которые могут воспитывать детей, имеют определенный объем свободного времени для образования, для взаимодействия со своими детьми. Не так, как сейчас, знаете, люди гоняются за длинным рублем, и детям внимания не уделяют, гаджеты только у детей в руках. А свободное время, которое можно потратить на себя, на своих детей, и при этом ресурсов для жизни хватает. Никто не может сказать, что рабочие заводов, или инженеры, или учителя в Советском Союзе бедствовали, голодали, или там, например, просто недополучали каких-то ресурсов. То есть средний класс, основа общества, который имеет свободное время, энергию и мотивацию развиваться, он на самом деле был посажен и вынужден был пойти на рынки торговать. Очень многие люди в то время, конечно, переживали эту драму достаточно сильно. И многие, кстати, и состоялись, как предприниматели, но далеко не все. То есть все равно вот сословное разделение, к чему лежит душа и чем заниматься по жизни, это очень важный вопрос. Не все рождены коммерсами, и не все могут торговать импортом. Тем более, что торговля импортом это не развитие собственной экономики. Таким образом, сегодняшний эфир нашей программы, который посвящен 22 января, такое глобалистское число, 22-го году был создан Советский Союз, и буквально вот накануне Владимир Путин прошелся по роли Ленина относительно тому, что было заложено в 22-м году, какая мина была заложена под Советский Союз. Сегодняшний выпуск программы я хотел посвятить такому обзорному экскурсу в историю для того, чтобы расставить акценты, для того, чтобы понять, что Советский Союз – это, безусловно, резкий прорыв в истории человечества, связанный с тем, что это было общество с большей степенью, не так, что, знаете, черное и белое, с большей степенью справедливости, с большим воспроизводством населения, с большим превышением рождаемости над смертностью, соответственно, с большим развитием экономики, с большим кадровой подготовкой населения. Основная проблема толпы элитарного общества, когда элита настолько далеко отрывается от толпы, что она даже перестает себя воспроизводить, и качество управления, и качество знаний, умений самой элиты падает катастрофически. Это случилось в Российской империи действительно в период Первой мировой войны, когда верхи уже действительно не могли, они просто не могли из-за голода, холода, тифа и так далее. И вот Октябрьская революция, которую возглавлял Ленин, это вот факт, который не скрыть, она позволила вот этот разрыв между элитами и толпой снизить до такой степени, создать кадровую базу для управления Россией такого масштаба, при которой стала возможна победа во Второй мировой войне и в Великой Отечественной войне, как ее составной части, полет в космос, и создание очень многих вещей, которые Запад у нас перенял, начиная от атомной энергетики. Запад ведь создавал только бомбы. А первая атомная электростанция была построена не где-нибудь, а в Советском Союзе, в городе Обнинске. И это был тоже технологический прорыв, который сделали те люди, которых деды и бабушки были крестьянами на Земле. То есть за период с 22 по 54 год, создание атомной станции первой, был сделан скачок технологический, технологический, социальный, гуманитарный, индустриальный, при котором Советский Союз вот так уж хаять и не надо, но нужно понимать, что у его истоков стояли глобалисты из Америки, стояли глобалисты из Швейцарии, стояли представители русского генерального штаба, и стояли люди, которые олицетворяли операционное управление страной на Земле. Это я говорю о Сталине. И если понимать трезво проблемы Советского Союза, его особенности, его родовые пятна, которые в наследство перешли от Российской империи, если понимать баланс сил, который сложился в мире, то тогда отношение к Советскому Союзу будет взвешенным и трезвым. И мы тогда, в случае, если у нас станет на повестке дня создание более продвинутого справедливого государства, мы сможем извлечь уроки из истории Советского Союза, которые извлекать категорически нужно. Нельзя смотреть на Советский Союз через розовые очки и считать, что это было прям идеальное государство справедливости. Но и нельзя на него смотреть как на неудачный эксперимент. Это был действительно эксперимент. Это была попытка в истории человечества создать государство, которое не только ради прибыли. Знаете, приход, расход и прибыль. А в общем-то все, что прибыль приватизируется, а убытки национализируются. И получается так, что весь мир живет по модели, когда прибыль приватизируется, убытки национализируются. А вот в Советском Союзе была, в принципе, решена задача построения более-менее справедливого государства, при котором люди, помимо того, что получали материальные основы для воспроизводства, они еще и получили идею. Идею справедливости на земле. Она на самом деле очень сильно зарядила всех людей, рожденных в начале 20 века. И тех, которые рождались уже после революции, действительно эта идея людьми двигала. И на самом деле не только хлебом единым человек жив, люди сумели построить нечто, что Запад на самом деле стал повторять. Запад стал внедрять те же самые 8-часовый рабочий день, начал социализировать общество для того, чтобы как-то выглядеть на фоне Советского Союза более-менее конкурентно. Но в 1991 году это общими усилиями западных спецслужб было пресечено. Поэтому я, в принципе, поддерживаю все, что сказал президент. Не все так просто в истории Российской империи и Советского Союза. Изучать эту историю необходимо. Особенно изучать с точки зрения даже не того, какие биографии исторических деятелей в те или иные годы какие события происходили. А историю нужно изучать прежде всего с точки зрения управленческих кейсов. учредить договор союзный, в котором разделенная Российская империя в прошлом российское государство было разделено на четыре государства и подписать договор, которым была заложена возможность распада, это, собственно говоря, то, о чем президент Путин сказал вчера. В эфире была информационная война. Мы с вами будем периодически возвращаться к истории России и всех постсоветских государств для того, чтобы рассматривать управленческие кейсы, что произошло, к чему это привело и что нужно делать нам в будущем для того, чтобы не допускать таких больших системных ошибок. Спасибо за внимание. Встретимся с вами в понедельник. Редактор субтитров А.Семкин